Добрый день, уважаемые коллеги! Тема сегодняшней презентации – колоректальная аденокарцинома. Новые аспекты. Классификация ВОЗ 2019 года. Пятое издание опухолепищеварительной системы было опубликовано ВОЗ в 2019 году и расширено по сравнению с четвертым изданием. При колоректальном раке акцент был сделан на персонализированной медицине, дополнены клинические, гистопатологические и молекулярно-прогностические маркеры и перечислены текущие молекулярные классификации. Важны гистологические особенности и диагностические критерии для колоректальной аденокарциномы, которые должны быть отражены в патологоанатомическом отчете. Это гистологический подкип опухоли, степень дифференцировки, глубина инвазии, наличие сосудистой инвазии, переневральный рост, состояние краеврезекции, локализация максимальной размера опухоли, оценка качества тотальной мезоректомектомии, количество исследованных лимфоузлов и их статус, наличие ответа на лечение, микросателитный статус, туморбайдинг статус, иммунная реакция, наличие или отсутствие соответствующих мутаций. Подтипы в нынешней классификации перечислены на слайде, большая часть их представлена в предыдущей классификации. Муцинозная аденокарцинома – это опухоль, содержащая более 50% внеклеточного муцина. Опухоль, которая содержит менее 50% внеклеточного муцина, называется смуцинозным компонентом. По тому же принципу диагностируется и перечислено-клеточная карцинома. Медулярная карцинома довольно узнаваемая. Опухоль имеет солидный трабикулярный паттерн, демонстрирует аберрантный иммуногистохимический паттерн с потерей CDX2 и цитокератина-20. Нейроэндокринные маркеры негативные. Эта же опухоль на большем увеличении. Хорошо видны эзенофильные крупные клетки и выраженный полиморфно-клеточный воспалительный инфильтрат. Эта опухоль демонстрирует дефицит белков в системе репарации неспаренных нуглеотидов, что является также и диагностическим признаком. Зубчатая аденокарцинома определяет сходство с зубчатыми полипами, имеет зубчатую архитектонику и эмоцинозные участки. Опухолевые клетки обычно имеют низкое ядерно-цитоплазматическое соотношение. Частота таких опухолей до 15% по данным литературы. Микропопиллярная аденокарцинома характеризуется микропопиллярным паттерном. Если больше либо равно 5% опухоли содержит микропопиллярный паттерн, то такую опухоль мы можем уже диагностировать как микропопиллярная аденокарцинома. Она имеет неблагоприятный прогноз, имеет высокий риск метастазирования в лимфатические узлы. Часто имеет сосудистую инвазию и переневральную инвазию. Аденоподобная аденокарцинома имеет больше 50% инвазивных участков по типу аденоподобного паттерна с ворсинчатыми структурами low-grade. Аденоподобная аденокарцинома не содержит десмопластической реакции или минимальную десмопластическую реакцию. Это двигающий тип роста. Трудность в постановке диагноза возникает при биоптате такой опухоли. Иногда можно ее неверно диагностировать как аденома. Та же опухоль на большем увеличении. Аденомоподобная аденокарцинома представлена пушин-паттерн и отсутствие десмопластической струны. Тоже большее увеличение. Аденосквамозная карцинома и карцинома из плохо сцепленных клеток имеют такое же строение, как в других отделах желудочно-кишечного тракта. Следующий подтип – это недифференцированная карцинома. Ее часто можно спутать с медулярной карциномой и следует дифференцировать. Но эти опухоли имеют абсолютно противоположный биологический потенциал. Недифференцированная карцинома не имеет морфологических и иммуногистохимических признаков дифференцировки эпителиальной опухоли. И отсутствие воспалительно-клеточной инфильтрации и пушин-паттерна тоже будет свидетельствовать в пользу недифференцированной карциномы. В современной классификации степень дифференцировки делится на две группы. Лоу-грейд – это ранее высоко и умеренно дифференцированная аденокарцинома. И хай-грейд – ранее низкодифференцированная аденокарцинома. В определении сосудистой инвазии произошли некоторые изменения. По-прежнему она делится на интрамуральную и на экстрамуральную. Признаками экстрамуральной сосудистой инвазии на сегодняшний день, кроме обнаружения опухоли в просвете сосуда, появились и новые признаки. Это признак так называемой сиротской артерии. Узелок опухоли, идентифицированный рядом с артерией в предполагаемой вене. И фрагменты опухоли в виде языка, выступающие за границу опухоли вене в окружающем жире. Иногда требуется окрашивание на эластику для улучшения обнаружения экстрамуральной сосудистой инвазии. Сосудистая инвазия может выглядеть по-разному. Явная, когда мы ее видим в просвете сосуда, в перевоскулярном пространстве, в виде выступающих языков параректальной клетчатки. И так называемый узелок опухоли рядом с единичным артериальным сосудом. Но при дополнительных методах исследования мы можем увидеть стенку разрушенной, полуразрушенной вены. Переневральная инвазия не претерпела никаких изменений. Опухолевые клетки окружают по крайней мере одну треть окружности нервы могут присутствовать в любом из трех слоев нервов. Эпиневрий, переневрий и эндоневрий. Количество и статус лимфоузлов. Я напомню, что их должно быть не менее 12 при корректной вырезке для нелеченных опухолей. Следующий аспект – это Tumor Regression Grade. В нынешней классификации отсутствует стандартизированная система оценки. Предоставлены 4 классификации, 4 системы, которыми можно пользоваться, что, конечно, затрудняет сравнение Tumor Regression Grade. В нашей клинике мы используем AJCC, это четырехуровневая система, и по мандарту это пятиуровневая система для аудита качества лучевых методов диагностики. Аудит качества лучевых методов диагностики – это важная тема. На сегодняшний день органосохраняющая стратегия при колоректальном раке после пролонгированного курса химолучевой терапии с полным клиническим регрессом опухоли так называемая выжидательная тактика с активным динамическим наблюдением активно внедряется в современную практику и может стать предпочтительным и выбором лечения колоректального рака с полным клиническим ответом на химолучевую терапию. И таким образом метод оценки регресса опухоли на основе магнитно-резонансного исследования может заменить патологическую тумор-регрессион-грейд, так как он даёт возможность оценить ответ опухоли на неоадювантную терапию до хирургического вмешательства. Следующий аспект – это тумор-бадинг. Тумор-бадинг определяет как отдельные клетки или группы опухолевых клеток до четырёх в инвазивном фронте опухоли в горячих точках с использованием трёхуровневой системы оценки на увеличении 20. Учитывая переменные диаметры поля, может потребоваться применение поправочного коэффициента. Использовать или нет цитокератины для определения тумор-бадинга. Современная классификация предлагает нам выполнять подсчёт тумор-бадинг на гемотоксилен и азине, но использовать иммуногистохимическое исследование в качестве дополнения в тех случаях, когда граница опухоли и строма плохо дифференцируется из-за воспалительного инфильтрата. В каких же случаях необходимо подсчитывать тумор-бадинг? Какой клинический контекст этого исследования? Рекомендуется использовать тумор-бадинг в двух клинических сценариях. При колоректальной карциномии ПТ-1, когда наличие high-grade тумор-бадинга может быть показателем для расширенной операции. И при колоректальной карциномии стадия 1 и стадия 2, ПТ-1, 2Н0, ПТ-3, 4Н0, когда дополнительное обнаружение high-grade тумор-бадинг можно рассматривать для адъювантной терапии в контексте уже установленных факторов риска. Следующий аспект – это иммунный ответ. Это такая тема для отдельного доклада. Если в двух словах, то значение микроокружения опухоли и иммунного компонента рака занимает центральное место в изучении иммунного ответа. Анализ сложного взаимодействия опухоли с иммунным ответом хозяина позволили определить иммунный контекст. Основоположником определения иммунного ответа – это французский ученый Джером Галлон, который предложил использовать такой инструмент, как иммуноскор, как стандартизированное исследование лимфоцитов в опухоли и на инвазивном фронте с использованием иммуногистохимических маркеров CD3 и CD8. И в своих исследованиях он показал, что этот признак имеет прогностическое значение. Также в его исследовании было обнаружено, что среди пациентов в пределах одной и той же стадии клинический исход может быть разным. Это зависит от иммунного ответа хозяина. Отмечается прогностическое влияние внутриопухолевых иммунных клеток, плотность которых зависит от иммуногенности опухоли. Иммуноскор на сегодняшний день предсказывает общую выживаемость лучше, чем какой-либо из существующих параметров опухоли, включая степень дифференцировки, микросателитную нестабильность, муцинозную дифференцировку, лимфовоскулярную и переневральную инвазию. Нельзя не сказать, не затронуть тему микробиом. Это такой мейнстрим на сегодняшний день. Установлен патологический дисбаланс кишечного микробиома наблюдается у всех пациентов с колоректальным раком. Определены бактерии, ассоциированные с колоректальным раком. Установлено, что они прямо или косвенно модулируют иммунный ответ хозяина. Высказано предположение, что бактерии вмешиваются в молекулярные механизмы, лежащие в основе колоректального рака. Однако, лежащие в основе пранкогенной механизмы остаются пока что неясными. Но на сегодняшний день ясно, что показатель этот будет и дальше исследоваться, и использоваться как диагностический и прогностический маркер. В новой классификации ВОЗ представлены две молекулярные классификации колоректального рака. Основанная на ДНК геномная и основанная на РНК транскриптомная. Основанная на ДНК геномная делится на две большие группы. Это гипермутированные карциномы и геогипермутированные карциномы по частоте мутаций. Основанная на РНК транскриптомная классификация делится на четыре группы. Иммунный, подтип, канонический, метаболический и мезонхимальный, и 13% полуроктального рака не могут быть классифицированы в классификации транскриптомной. Предполагается, что причиной является переходный иммунофенотип или внутриопухолевая гетерогенность. Так они соотносятся между собой, геномные и транскриптомные классификации. Следующий аспект – это предсказательные прогностические биомаркеры полуроктального рака. Они делятся на установленные прогностические маркеры и маркеры, которые находятся еще в изучении. Установленные прогностические маркеры – это генный РАС, БРАФ, микросателитная нестабильность и ХЕР-2. Наличие определения этих маркеров прогнозирует ответ на терапию, и исходы для лечения метастатического полуроктального рака. Биомаркеры, частично установленные или находящиеся в стадии разработки, это ПДЛ-экспрессия в полуроктальном раке, так называемый ПДЛ-тестирование. Чем выше определяется уровень экспрессии мембранного белка ПДЛ-1, тем на больше эффект терапии можно рассчитывать. Более высокая экспрессия ПДЛ-1 коррелирует с лучшим прогнозом у пациентов с колоректальным раком. Это независимый прогностический фактор для общей безрецидивной выживаемости пациентов с колоректальным раком, и особенно для колоректального рака с микросателитной нестабильностью. Резюме хочется сказать в заключении, что классификация колоректального рака в ВОЗ в 2019 году расширила список основных и дополнительных предсказательных и прогностических биомаркеров. Молекулярные классификации колоректальной карциномы были опубликованы в действующей классификации ВОЗ в 2019 году. Использованы два различных подхода к молекулярно-патологической классификации колоректальной карциномы. Это на основании ДНК геномная и на основе РНК транскриптомная. И важным компонентом персонализированной медицины является международно стандартизированная отчетность по опухолям с воспроизводимыми предсказательными и прогностическими биомаркерами. Спасибо за внимание. Продолжение следует...